Сейчас я, для того, чтобы эта тема была еще немножко понятнее, сделаю вещь такую. Мы узнаем, сколько существует точек с целыми координатами в округе радиуса корень из s. Сейчас я дышу. Представьте себе, что нас интересует не такая сумма, а нас интересует такая сумма. x и y целые, x квадрат плюс y квадрат не превосходит n. То есть, проще говоря, количество точек с целыми координатами, расположенных в округе радиусом корень из n. Нас интересует, сколько там точек с целыми координатами. Я предупреждал, что здесь у нас будет вполне себе работа такая по теории чисел. То есть, ничего такого нет. Нет, мы сегодня, конечно, продвинемся еще дальше. Так, итак, сколько точек? Ну, естественно, здесь обязательно тоже. Оказывается, что эту величину довольно легко оценить. Идея такая, чтобы получить оценку на количество этих целых точек, можно взять и договориться вокруг каждой целых точек нарисовать квадратик. Не знаю, поняли или нет? То есть, по одной второй влево-вправо вверх влезет ложить. Что тогда у нас получится? У каждой целой точки будет свой квадратик. И когда вы посмотрите на эти квадратики, то некоторые из них будут вылезать за пределы нашей фигуры. Некоторые из них, наоборот, будут целиком содержаться в этой фигуре. То есть, вы получаете из этих квадратиков такой вот многоугольник, ну, область многоугольная, которая достаточно близко к кругу, но все-таки не вполне круг. Так, идея понятна? Понятно. Давайте количество этих самых точек обозначим в ка. И теперь я задаю простой вопрос. Чему равна площадь круга радиус f? В первом случае, в данном случае, значит, площадь этого круга, это будет просто-напросто π умножить на n. Согласны? Отлично. А теперь вопрос. Могут ли эти наши квадратики слишком сильно вылезти за пределы круга? Вот может квадратик быть вот здесь? Нет, не может. Дело в том, что вообще-то центр у него должен располагаться внутри круга. Ребята, на сколько он может вылезти максимум? На половинку. Совершенно верно. На половинку корня из 2. Значит, если я возьму и посмотрю не на π, а вот на какую величину. Корень из n плюс половинку от корня из 2. То я точно знаю, что это будет больше, чем площадь. У каждого квадратика площадь равна единице. Вот в таком круге все эти квадратики, вот здесь вот я отдал добавку корень из 2 пополам. То есть половина диагонали квадрата. Дальше, чем половина диагонали, они, безусловно, не вылезут. Так. Значит, я оценку сверху уже получил. Теперь, вопрос. А насколько глубоко может, что называется, не быть квадратика? Как вы думаете? Вот смотрите, у нас какая идея. Вот здесь у нас какой-то квадратик, да, вылезающий. Вот здесь у нас квадратик, запросто, да, здесь вот здесь целая точка, здесь целая точка, здесь целая точка. А вот вопрос. Вот насколько глубоко может быть этот узел? То есть, на сколько не смог? То есть, я призму пола. Да не, можно точно. Объясняю, почему. Потому что, если вот этот вот узелочек окажется далеко, вот представьте себе, он от центра, для того, чтобы эта точка, для того, чтобы эта точка не вошла, ее квадратик должен выглядеть вот так, правильно? И центр должен лежать вне. Центр должен лежать вне, а этот отрезок, это как раз корень из двух пополам. Так, ребят, у нас здесь получается π умножить на корень из n минус корень из двух пополам в квадратике. И здесь опять меганитет меньше. Если честно, это не так важно, какое из них число, потому что принципиально важно следующее, что я сейчас разведу флага. И я получу такую штуку. как лучше, чем πn минус π корней из 2n плюс π пополам. И меньше, чем π плюс π корней пен плюс π корней из 2n плюс π пополам. Господа, я получаю такой ответ. это есть π n плюс опять о большое от корней из n. Опять-таки, вот этот вот добавочный член, его можно уточнять и уточнять, но уже, к сожалению, совсем не этими методами. То есть, вот то, что можно, так сказать, сделать на школьном уровне, к сожалению, на этом заканчивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!